Здравствуйте! Это БитНовости видео-версия, обзор главных событий биткоин-индустрии. Курс биткоина в июне напомнил американские горки. Он взлетал, падал, снова взлетал и снова падал. Рост биткоина начался в конце мая. За одни сутки, 27 мая, он подорожал с 453 до 473 долларов. На следующий день его стоимость выросла почти на 50 долларов. В начале июня цифровая валюта снова подорожала до 570. За неделю курс биткоина вырос еще на 200 долларов, преодолев отметку в 760 долларов за один биткоин. Во вторник, 21 июня, стоимость криптовалюты резко снизилась после остановки работы крупнейшей биткоин-биржи Bitfinex. За сутки биткоин потерял в цене более 8%, опустившись с 750 до 660 долларов. Но на этом падение цены не остановилось. Всего за три дня он подешевел на 200 долларов, приблизившись к ценовым уровням начала июня. Рост курса вновь начался после новостей о выходе Британии из Евросоюза. Но не дойдя до 700 долларов, курс вновь откатился на фоне неподтвержденных слухов о возможном переходе китайских майнеров на биткоин-клэйсик. Наконец, в начале июля цена биткоина сделала еще одну попытку преодолеть уровень в 700 долларов, которая опять оказалась неудачной. Между тем, внезапно вернувшаяся после относительного спокойствия волатильность многие связывают с уникальным событием в истории биткоина, свидетелями которого нам предстоит стать в ближайшие дни. Речь идет о так называемом «уполовинивании» – уменьшении вдвое награды за майнинг. Отсчет дней до этого события ведется вот на этом сайте. Как известно, количество биткоинов, которые можно намайнить, ограничено. При формулировании правил биткоин-протокола Сатоши Накамото определил, чтобы количество биткоинов, выпадающих майнерам в виде вознаграждения за блок, уменьшалось вдвое каждые 210 тысяч блоков. В среднем сеть генерирует около 6 блоков в час, поэтому для генерации 210 тысяч блоков и «уполовинивания» вознаграждения необходимо 4 года. Если сейчас вознаграждение майнера за найденный блок составляет 25 биткоинов, то после «уполовинивания» сумма будет составлять 12,5 биткоинов. Следующее «уполовинивание» награды произойдет уже в 2020 году. Последний из 21 миллиона биткоинов будет сгенерирован только к 2140 году. Перейдем к российским новостям. Киеве и ряд российских банков создадут консорциум для работы над блокчейном. Об этом заявили во время 25-го Международного финансового конгресса в Москве. В консорциумы из банков войдут Бинбанк, МДМбанк, Банк Открытия, Тиньковбанк. Они займутся внедрением технологических решений на основе блокчейна в сферу финансовых услуг. По словам председателя Банка России Ольги Скоробогатовой, технология блокчейн заставляет Центробанк пересмотреть основные принципы своей работы. Регулятор намерен больше общаться с рынком и активнее участвовать в изучении технологий. Наша позиция, что мы, безусловно, применять должны новые технологии там, где это создаст дополнительные преимущества рынку и клиентам. То есть замена ради замены смысла не имеет. И на сегодняшний день я должна сказать, что мы разработали технический прототип системы передачи сообщения на блокчейне. И в ближайшее время мы начинаем тестирование с участниками рынка совместно, поскольку сама технология предопределяет партнерские отношения в использовании технологии, а не однополярное ее использование, регулятор и все остальные. Вот мне кажется, это принципиальный момент. Ранее председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил российским банкирам создать рабочую группу, чтобы решить вопрос о законодательном статусе биткоина. Банки присматриваются не столько к блокчейну, который они пока не принимают, но они присматриваются к новым технологиям. Это не панацея, может быть, но там, в Силиконовой долине, 3-4 группы мне презентовали эту блокчейновскую технологию. Я считаю, и нам пора какую-то рабочую группу создать, определиться, потому что до сих пор мы не понимаем, вне закона биткоин, в законе и что делать с блокчейном. В заявлении от Центробанка и Костина сейчас цитируют все крупные издания, но биткоин-специалисты пока к ним относятся скептически. Между тем, Министерство юстиции по-прежнему намерено пресекать использование криптовалют в России, а многие чиновники видят в блокчейне и криптовалютах опасность. Возможно, из-за того, что новейшие технологии открывают неограниченные возможности для децентрализации общества. В июне в Санкт-Петербурге прошел Международный экономический форум. На отдельной сессии мероприятия также затронули тему криптовалют и технологий. В ней участвовали компания Почта-Банк, Московская биржа, IBM, Национальная система платежных карт PayU, Росбанк, Visa, Тинькоффбанк и Ascension. Глава российского Почта-Банка Дмитрий Руденко заявил, что развитие технологий блокчейна и криптовалют крайне выгодно России из-за ее инфраструктурных и природных особенностей. Я бы приветствовал немедленно появление криптовалют и системы расчетов, основанной на блокчейне, по одной простой причине. Мне приходится разворачивать точки по всей стране, в том числе в тех регионах, куда просто доставка наличной валюты стоит дороже, чем сама эта валюта. В России с точки зрения экосистемы и инфраструктуры страны просто нет другого выхода. Между тем, на Всемирном экономическом форуме биткоину и блокчейну предсказали 10% мирового ВВП. Так считают большинство из 800 опрошенных руководителей и экспертов, присутствующих на форуме. В данный момент на экосистему биткоина приходится менее 20 млрд долларов, что составляет только 0,025% от мирового ВВП в 80 трлн долларов. Всемирный экономический форум также включил одну из ведущих биткоин-фирм блокчейна-инфо в число 30 главных инновационных компаний 2016 года. Ранее такого звания удостаивались Google, Airbnb и Twitter. Люксембургская компания предлагает пользователям безопасный и удобный биткоин-кошелек, которым пользуются более 7 млн человек во всем мире. Она также предоставляет разработчикам инструменты для дальнейшего развития отрасли, а пользователям постоянно обновляющуюся информацию о состоянии рынка. Компания Siemens объявила о намерении инвестировать в развитие блокчейн-стартапов и других инноваторов этой технологии миллиард евро. Блокчейн и биткоин видятся Siemens как часть технологической революции, в которой корпорация намерена принять самое активное участие. Эксперты Siemens постоянно ищут интересные прикладные области на этом юном рынке. С другой стороны, наша группа хочет сама выступить с прорывными инновациями, отмечается в заявлении компании. Но, пожалуй, главные крипто-новости июня были связаны с платформой смарт-контрактов Ethereum. Смарт-контракт – это программа, которая позволяет создавать условия договора между двумя или несколькими лицами и автоматически исполнять их. Подобно биткоину, все процессы внутри системы Ethereum происходят без участия посредников, а сами участники сети остаются анонимными. Однако светлое будущее смарт-контрактов омрачило хищение средств из первого децентрализованного венчурного фонда на базе Ethereum – TheDAO. 17 июня с основного счета организации были выведены 7,2 млн токенов на общую сумму почти в 60 млн долларов. Как оказалось, злоумышленник нашел слабое место в архитектуре TheDAO. При этом формально похититель не совершил ничего противозаконного, он лишь воспользовался функцией, предусмотренной смарт-контрактом организации. Хакер воспользовался алгоритмом выхода инвесторов из TheDAO, который можно осуществить через выделение дочерней организации. Как выяснилось, еще задолго до атаки у этого алгоритма была серьезная уязвимость, которую разработчики так и не удосужились устранить до запуска. В результате хакер сумел вывести со счетов организации почти треть ее капитала и перевести все эти деньги в свою дочернюю фирму. Реакцией участников системы Ethereum на произошедшее был шок и ужас, ведь на фонд TheDAO возлагались огромные надежды по развитию экосистемы Ethereum. Сначала группа разработчиков Ethereum решила контратаковать хакера и вернуть награбленное. Они даже название своему боевому отряду придумали команда Робин Гуда. Первоначально казалось, что этот план сработает, но потом выяснилось, что хакер проник в группу атакующих и теперь может вновь захватить все выведенные Робин Гудами средства. Когда этот план не сработал, основатель Ethereum Виталик Бутерин предложил сделать хардфорк под кодовым названием «Спасем DAO». Он собирается заблокировать средства хакера и отыграть все назад, то есть вернуть состояние системы на момент до отделения хакерской дочки DAO. Технически это возможно, однако такая мера нарушает сразу несколько фундаментальных принципов, на которых построены криптовалюты, в том числе отсутствие цензуры и фильтрации транзакций и принцип неизменности блокчейна. Это доказывает, что Ethereum, в отличие от биткоина, отнюдь не децентрализованная система. Не говоря уже о явном конфликте интересов, ведь многие разработчики Ethereum, включая самого Виталика, сильно вложились в ZDAO и теперь защищают свои материальные интересы, невзирая на ранее декламированные принципы. В сообществе Ethereum есть как горячие сторонники предложенного хардфорка, так и непримиримые противники, которые считают, что он окончательно подорвет доверие к системе. Пока непонятно, чем закончится это противостояние. Но вернемся к биткоину. Кроме уполовинивания системы ожидают и другие серьезные изменения. Прежде всего, это грядущее внедрение решений по масштабированию сети, такие как Segwit и Lightning. Напомню, споры вокруг масштабирования биткоина ведутся давно. По мере роста экосистемы увеличивается количество транзакций, инвестиций в индустрию, растет и объем блокчейна биткоина. В начале 2013 года база данных транзакций биткоина составляла примерно 4 гигабайта. А к началу 2016 года ее размер превысил уже 70 гигабайт. Ближайшим шагом в направлении масштабирования является апгрейд Segwit, который позволит увеличить число транзакций в блоке примерно в два раза, не меняя размеры блока. Следующим важным шагом является система транзакций вне блокчейна под названием сеть Lightning. Ожидается, что она позволит сделать биткоин полноправным конкурентом Visa, обрабатывая десятки тысяч транзакций в секунду. По мнению блокчейн-разработчика Александра Панкова, Lightning Network сделает потенциал биткоина еще более мощным. В Китае хотят приравнять биткоин к основным правам человека. Виртуальная собственность, а под это определение отнесены и криптовалютой, вскоре может быть признана неотъемлемым правом человека. Соответствующее определение содержится в новом проекте основных положений Гражданского кодекса страны. Еще один оплот биткоина на Востоке – это Тайвань. Объемы операций с криптовалютой бьют здесь все рекорды. Кое-кто считает остров настоящим раем для биткоин-туриста. Более трех тысяч магазинов здесь принимают биткоин. Многие гостиницы и ориентированные на туристов сервиса также принимают оплату в нем. Всю необходимую информацию можно получить в Bitcoin House в Тайване или CoinMap и узнать, где находятся лучшие места, принимающие биткоин в стране. Банк Канады работает над созданием цифрового канадского доллара на основе технологий блокчейна. Проект называется CatCoin и является частью освоения новой технологии под кодовым названием Jasper. Его обсуждали во время частной презентации в Калгари. Несмотря на то, что тема была закрытой для средств массовой информации, представитель Bitcoin Islands Канады Кайл Кемпер опубликовал в интернете слайды, где показано, как распределенная система оплаты на основе блокчейна под названием Jasper используется для передачи и аккумулирования активов Центрального банка. Несомненно, это значительный шаг в эволюции блокчейна, ведь CatCoin – это первый подтвержденный пример работающего проекта государственной криптовалюты. И на этом я с вами прощаюсь. До следующих выпусков.